Коллеги, добрый день. В этом видео мы посмотрим, как вызывать код Python из MATLAB. Зачем это может вообще понадобиться? Это может понадобиться, если у вас существует кодовая база на языке Python, или вы хотите использовать специализированные библиотеки, которых нет в MATLAB, ну, например, Ptorch. И давайте сразу же перейдем к примеру. Это то, как мы будем работать со списками, словарями и библиотеками на Python. Итак, как я уже говорил, на Python может быть большая кодовая база. Ну и в то же время MATLAB является стандартом для SOS, систем управления, других инженерных дисциплин. Но иногда нам потребуется использовать типы данных из Python или поработать с внешним модулем. И давайте начнем с работы со спецификой Python. Это списки. Списки в Python по определению. Это упорядоченная изменяемая коллекция объектов произвольных типов. Создадим список. И сразу же посмотрим, что мы можем с ним сделать. И давайте сразу же применим метод списка из Python. Поп для получения элемента списка и удаления его из списка. Мы это делаем на строке 3. У нас получился вот такой вот массив из Python. И как мы видим, наш список был уменьшен именно на этот элемент. И, наконец, можно конвертировать вектор в нативный тип MATLAB double. Теперь перейдем к частному случаю списка, а именно словарю. Словарь это, опять же, неупорядоченная коллекция произвольных объектов, но доступ осуществляется по ключу. Здесь уже есть небольшая особенность. После того, как мы начали работать со списком по ключу, то есть вот так, как показано на строке 7, переменная RS имеет нативный тип double. Если подумать чуть более дальше и говорить более правильно, то словарь это не что иное, как хэш-таблица. И особенностью питона является обработка коллизий хэша. Что такое коллизия хэша? Это когда один ключ указывает на разные данные. Например, посмотрите, я создал искусственно такую коллизию на строке 9. Но питон просто перезаписал значение в словаре при обнаружении коллизии хэша. Это важная особенность питон, о которой надо помнить. Далее давайте посмотрим на вызов библиотек. У нас есть вот такая библиотека. И чтобы с ней работать, ее местоположение на диске надо подставить в пав питона при помощи вот такого кода. Далее посмотрим на пав. У нас все в порядке. И далее мы можем вызывать данную библиотеку, как показано на строке 16. Как мы видим, в работе с питоном в MATLAB нет ничего сложного. Далее мы пойдем к более сложным техникам, таким как работа с ком-объектами, а также работа со сборками .NET. Спасибо за ваше внимание.